я уже вот в машине правда это не моя машина это как бы гостиничный вариант машины чтобы не жить в отеле или там хостеле да на базе селит обычно в машину ну я очень рад хотя бы привыкнуть габаритом ко всему остановки до кнопочки понажимать да ну давайте все по порядку о дочь пошел и так я уже снял видео второе даже уже залил его на youtube даже уже готовил премьеру но получилось так что до меня дошла информация не то что дошла информация там прямо на той базе волдын зале где я был один коллега посоветовал мне просто поменьше снимать места до указывающие на компанию до особенно офисные места территорию какую-то автор видео было достаточно съемок как изнутри да там интересно было видео но все таки я решил не рисковать оказывается что мой канал уже начали смотреть не только коллеги по цеху то есть дальнобойщики до из латвии как минимум но также ребята из компании в которой начинаю работать вот более того когда тут приноте ладно потом расскажем но если коллеги по цеху из этой же компании где я сейчас начинаю работать а меня смотрят ребята вам привет спасибо за то что смотрите за спасибо за то что заходите спасибо за советы да но в любом случае я не хотел снимать ни погрузки ни разгрузки не говорить что я везу потому что все таки это как бы такая маленькая но коммерческая тайна и не везде она приветствуется так что чтобы не было проблем я решил не упоминать больше в компанию в которой я работал работаем ее можно будет самим найти узнать между собой можешь комментариях переписываться но я просто буду стараться об этом не говорить но и соответственно погрузки выгрузки здесь об этом здесь этого не будет будет разговор просто по ходу как я учусь как я еду что-то дорог стараться буду показывать не только дорогу но и себя и зеркало но не держа камеру в руке на обычно ты как некоторые делают потому что я считаю это реально очень опасно и наверное не стоит этим заниматься далеко сижу наверно я да ну ладно о чем это видео это видео о том что ребята как школа началась так как и она также заканчивалась то есть любая школа начинается любая школа заканчивается кстати может быть какие-то вставочки с того видео сюда вставлю но не обещаю это новое видео которое записываю я час его быстренько сниму расскажу и начну редактировать хочу чтобы сегодня воскресенье вышла ну максимум в понедельник но очень хочется сегодня пони воскресенье выпустить потому что время свободное появилась вдруг итак так ребята решили ски за закончить свое видео не на улице внутри хочу показать вам свой набор сумок который я повезу собой здесь который мы все таки получили адр этом еще кое-что из своей робот доложил этот я заберу с собой на работу потому что здесь но не такие уже не тяжелые потяжелее потому что здесь вещи которые наверняка есть у того кто будет меня инструктировать потому что что там посуду оставлять надо все таки плюс ко всему здесь еще пойдет продукты из холодильника и постельное белье вот будет рюкзак еще и компьютер и конечно вот такая вот бочка который здесь лежит так так что это то что касается моих сумок нехило да как будто точно на год собрался ехать ну еще воду надо будет взять с собой эти я люди покупал мы кстати ручки начинают рываться надо здесь как бы прошить нормальными нитками самому же сделать на будущее что хотя хотел рассказать по этапы по этапу прибытия сюда и обучение ну как вы знаете смотрели значит летом я был на переговорах сначала хейстер кампе когда уже сдал категории все которые необходимы то есть и и 95 код потом объяснили им ситуацию что буду писать заявление об увольнении написал заявление когда узнал что мне нужно отработать еще месяц значит тогда я отзвонил сказал что такого-то числа я увольняюсь они говорили окей ждем как будете готовы сразу приезжайте подпишем договор как только я уволился значит поехал к ним подписал договор и вот уже 30 числа должен был выехать это в субботу выехали в воскресенье если вы смотрели видео то можете посмотреть как мы ехали не со старыми уже водителями до опытными такими все знающие на ехали мы вдвоем оба в первый раз и у марс у него две недели опыта вообще четыре недели опыта работы он съездил в испанию составе экипажа вернулся у меня вообще опыта никакого нету поэтому я здесь даже не говорю где как чё там я где учился вот не знаем все давайте как бы будем из этого исходить иначе бывают такие ребята рассказывают что у них там опыт что они там крутые парни все у них порядке а в итоге когда идет как бы тестирование показать свои навыки парковки ролланд говорит ролланд это инструктор что это просто ужас это просто жесть да может быть когда-то работали либо ну это вот пускай на их совести будет вот что дальше значит приезжаем мы сюда нас расселяют сейчас живут по два человека в номере номер я вам тоже показал прошлом видео немножко у нас огорошили тем что возможно кражит якобы от румын в принципе я думаю что это просто ребята пристраховались правильно сделали просто предупредили что быть осторожными но поскольку я такой немножко шарящий в этом деле да чудак я и у меня есть наличие 2 телефона причем здесь вай фай бесплатный достаточно хороший вай фай если на месте сидеть не бегать по кругу там не заходить какие-то зоны я просто включил твич поставил камеру на всю каюту да где там наши вещи стояли и не пошли спокойно учиться причем вай фай здесь находится и там учебном классе и на всей территории то есть я видел прекрасно что происходит у нас каюте даже если у меня пропадала съемка в телефоне то смартфон писал то есть если что-то произошло мы бы сразу моментально нашли кто заходил и что вынес это так на будущее если кто-то кому-то пригодится наличие даже не двух а даже одного смартфона которого не жалко если он идет и наличие интернета с помощью твича относить да это вот так было дальше пошагово значит первый день мы смотрели видео информационное второе мы день мы тоже смотрели информационные видео хотя должны были во второй половине дня мы должны были покататься но из-за там куча проблем урон да не про ну куча вопросов которые вынуждены решать самостоятельно потому что кто-то там то ли в отпуске то ли заболел из местных из голландцев то есть у нас не получилось вторую половину дня мы ездили там встречать с коллегу из беларуси тут очень часто приходится тем кто обучается ездить на бусе и встречать коллегу также вообще если необходимо поехать в город вообще погода плохая прокатиться просишь бус либо машину дают ключи и и все вперед поехал главный разбит него варю попасть соответственно то есть машина вообще проблем нет далеко конечно и заложить но нормально значит это была среда четверг мы прямо самого утра рванули на на парковку на парковку сюда сразу сел машину и у марсел машину до подъехали мы к тому как он называется трейлер не в трейлер до трейлером подъехали мы и что там еще на подъехали трейлеру раунд нам показал как открывать шторы поднимать крышу показал второй трейлер неговский которые маленькие колеса как открывать двери то есть работа именно с трейлерами шторы да там все это делать вот после чего сначала инвестом присоединение подцепился к этому полуприцепу и мы мы сели и поехали вы там прокатились немножко по паркингу и у нас выехал за территорию в город мы не поехали пермали налево здесь доли индустриалки мы проект прокатились и вернулись обратно на базу когда ему и у нас там сначала про проканулся 90 градусов по воротам потом проехал проканулся в елочке и потом сделал расцепку в этой же елочке ну и потом мы поменялись я зацепился вообще без проблем зацепился правда немножко здесь иначе чем обучают ну не вне суть не в этом зацепился там прокатился здесь по парку на развороте очень все прекрасно кабина блин вообще замечательно потом также самом 90 градусов припарковался конечно не с первого раза но суди тоже с первого раза не просто немножко так я наверное поздновато начал выходить вправо чтобы встать самому сам чувствую что не попадаю и правит подал вперед и сдал назад то есть это не экзамен что с первого раза да там и самое главное надо понимать что здесь ты не сдаешь экзамен здесь просто ролланд в данный момент ему нужно увидеть как ты чувствуешь машины понимаешь ли ты вообще что ты делаешь как у тебя с габаритами ну проканулся потом проехали в елочке но здесь просто рулон сказал мне что вот здесь надо парковаться на я уже как бы чуть дальше проехали и пришлось немножко там три раза мне по только своим стал вообще без проблем то есть не было такого момента что я не понимаю и что я сейчас там цепану контейнер какой-то ну там стояли потому что я между тягачей парковался не так просто там какое-то расстояние именно вот так между трейлеров полуприцепы и потом расцепился и поехали поставили на место уже голову мне понравилось кататься да интересно ну хотелось бы конечно по городу прокатиться вообще чтобы почувствовать на круизнике проехать но этого как бы не получилось ну и потом мы после обеда пошли уже знакомиться с компьютерной частью потому что здесь компьютер и смартфон да они связаны нужно все делать на компьютере здесь нету такого что смс или по телефону ну при необходимости даже можно звонить там определенные по определенным телефонам но основная связь чисто компьютер и местный смартфон то есть нет такого не скажет тебе диспетчер что он такого не говорил как-то так сделали контрольное задание нет как мне говорили что это очень там трудно ничего не все там понятно ребята все там понятно если ты понимаешь вообще для чего это и какая сесть как она работает все понятно другое может быть там непонятно какие-то шаги сложно постоянно что-то делать но суть такая ты приезжаешь на место делаешь информацию что ты приехал всегда почти всегда и всегда перед отъездом ты посылаешь информацию что готовишься к отъезду это всегда постоянно ну и там свои нюансы и были конечно ошибки не всегда будут потому что мы сразу как будто мы за целую неделю посылаем то есть не опять повторили это задание а после обеда просто ролланд говорит исходите приходите попробуйте ну мы пришли сами попробовали еще раз уже конечно там даже где-то уже блин а потом надоедает этой кнопки жать 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 вот и потом ролланд уже вечером приходит и игорь и так значит олег ты едешь троллейборг завтра тебе позвонят с утра возьмешь бус подгонишь сюда загрузишь свои вот эти вещи ребят я вам показал и ребята которые будут выезжать потом тоже присоединяться и поем телеборг и оттуда они уже поедут в ригу вот и он раз пока остается и уже ему пришло задание на завтра он кого-то повезет в аэропорт то есть вот теперь он закончил обучение будет находиться здесь чем-то заниматься балдеет будет выполнять какие-то задания кого-то отвести кого-то привести но что деньги-то идут с одной стороны может быть и хорошо но не знаю я бы не хотел я вот как вот мне получилось что я еду туда и начинаю понедельник работать я думаю в понедельник мне как раз это то что мне надо ожидание меня я так же слишком много в этом году ждал 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 то ждал когда там откроется потом ждал когда экзамены начнутся потом ждал когда очередь придет моя на экзамены короче много чего ждал вот и в заключение что хочу сказать обещали провести хотя бы один стрим здесь на youtube но не получается не получается подключиться к стрим лапсу и другой программе которыми сын посоветовал почему-то на youtube он говорит что скорость типами плавающие поэтому он типа меня отключает поэтому не получается такая фигня так что как есть уж так скажем может быть там где-нибудь другом месте будет возможно сделать стрим обязательно обязательно проведу а хотелось бы привести стрим могу конечно провести стрим на твиче но решил пока не проводить возможно получится где-нибудь на базе сделать по скорости этот стрим вот либо в каждом в конце месяца если у меня останется из моих там 15 гигабайтов памяти я проведу через мобильные данные потому что у меня по европе по вам 15 13 гигов я смотрю так по скорости я 200 уже стройте ребята если есть вопросы это пожелание то пишите в комментариях я конечно то учту и буду об этом рассказывать вам а сейчас просто очень надеюсь что тот человек который будет меня обучать он будет не против что я снимаю до или даже может быть я где-то попрошу шпон поснимал меня да я очень на это надеюсь а если но не получится значит да буду снимать вне кабины либо когда его не будет как-то вот так ребята приглашаю вместе со мной начать учиться ездить по европе может быть кто-то и вспомнит когда он начинал но принципе на этом наше обучение завершилось и мы должны были выехать во вторую на вторую базу откуда мы наверное стартуем но в итоге получилось так что мне нашли того кто будет меня изучать и обучать и послали во вторую базу коллегу оставили болдын зале об ожидании там инструктора и вот я в субботу такой день был вчера что встал я рано пока вещи все перенес свои туда туда короче в машину да и думал выйдем в 10 короче выехали мы только полтретьего соответственно я перепил кофе блин как это как наркоты чувствовал себя так болен вообще фигово ну и далее видите мне как и говорили что машину я очень этому рад пока ехали мы мы ехали четвером я оставался здесь еще два парня присоединялись и они поехали домой кстати когда вчера приехал сюда разговаривал с одним коллеги познакомился ну он как у тебя машина чем поехали я ему говорю так я только приехал учиться я вообще без опыта и только вот сейчас буду стажироваться даже вообще начинать работать буду слушать тебя не олег зовут я говорю олег так ведь я смотрю твой канал игру смысле но тут уже коллеги друг другу пересылают ссылку на моё как сказать видео наверно сейчас солнце ну ладно как есть так есть засветила как-то прикрою я верну очень приятно ну и как он будет да нормально отлично так что если там ребята смотрите еще раз привет что еще ну вот и короче переночевал я в этом в кабине а еще сразу дали ящик такой достаточно большой куда можно все вещи основные сбросить сюда взял типа что-то необходимое что-то необходимое тут блин половину того что я взял это можно обратно отнести ящик здесь же есть ванной туалет есть душевые есть два места где два места где-то 10 душевая туалет здесь и там немножко дальше в офисе а также есть место где можно свалить кофе подогреть еду короче все очень здорово и соответственно есть интернет вообще в условия замечательные для водителей сделаны по сравнению с тем что там происходит где-нибудь на дорогах вот сегодня было запланировано что якобы я покатаюсь со своим инструктором кто берет меня стажировать по тренируюсь заезжать задом надеюсь не ко мне нет ну слава богу тут прервется сейчас опять темка но как оказалось я все-таки сегодня ничем не буду заниматься буду заниматься этим завтра по крайней мере такая информация тот который меня будет учить он завтра уезжает и и завтра же приезжают типа такая линия что мы почти каждый день будем на базе то есть как раз для начинающего это супер пупер как-то вот так такая вот ситуация сложилась но надеюсь завтра уже начнем а сегодня как бы воскресенье будем отдыхать что еще хотел сказать принципе городок здесь можно сказать мы почти в городе может на окраине магазин есть можно на бусе можно пешочком сходить то есть все условия но и помимо этого вся пайка у меня есть заключение хочу показать вам кабинку хотя бы как тут какой-то маленький бардачок есть ну повторюсь это повторюсь это только потому что я тут еще не обустроился и но и мне и говорят не надо сильно раскладываться потому что все это временно а вот что еще парень который будет меня учить сказал ничего не надо возьми только одежду робу там по минимуму кружку может быть чтобы попить там что-то как-то вот все у него есть это это очень хорошо и это радует но сейчас покажу вам немножко свою кабинку надеюсь что тут не очень темно вот я стою посередине там вот люк меня повернемся другую сторону вот так моя койка я тут вторая полка там вещи которые типа мне нужны были я их принес буду половину уносить так что устраиваюсь я не скажу что я устраиваюсь ребята но это очень важно что я привыкаю кабин потому что такие вот кабины у всех и мне очень нравится пока волнение есть усталость была но сейчас уже проходит я думаю будет все в порядке ну что еще раз всем спасибо заходите поедем дальше со мной поговорю еще с тем кто будет меня учить может быть он поснимает в руках ма если нет тогда буду буду снимать вне кабины где-нибудь что-нибудь рассказывать и как я понимаю что еще раз повторю что здесь очень часто мы на базе то есть в этом отношении очень очень хорошо для начинающих но все ребята пока заходите сейчас еще раз всем спасибо что со мной все удачи вам ребята берегите себя и своих родных все будет ха-ро-шо что заходите